Добрый день, вы смотрите Украина.ру. И сегодня мы поговорим про саммит Украина ЕС. 23 саммит на эту тему. С нами на связи народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавко. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. 22 саммита прошло, это 23. За 23 саммита, мне кажется, можно было понять, что объединения с Европой в ближайшее время не будет. Я, конечно, понимаю, для чего это Европе, для чего она просылает, продолжает декларировать свою поддержку. Но для чего это Украина? Можно ведь было понять за все эти саммиты, что толку нет. Понимаете, дело в том, что надо же как-то закармливать народ, надо же как-то на сегодняшний день свои действия в чем-то оправдывать, как-то, будем говорить, показывать, что какие-то действия в отношении Украины идут. Но так как нечего показывать, давайте еще очередную прикормку сделаем, чтобы они поверили. Они же все равно лопухи. Вот и используют сегодня доверие народа. Они показывают, что в Европе самая прекрасная жизнь. Они показывают, что интеграция в Европу продолжается. А на самом деле это фейк. И никто Украину на самом деле в Европе не ждет. Украина нужна как ресурсная база. Раз. Украина нужна для обмолачивания и зарабатывания денег. Два. Украина нужна как трудовой ресурс. Ну и самое основное. Украина должна быть сегодня полностью настроена против России. Как антироссийский проект. Поэтому в данный момент будут шлем, как я называю, застегивать и дальше продолжать. Вот и все. А то, что будет с Украиной дальше и какая у нее перспектива, никого не волнует. Ну, итогом, скажем так, этот саммит имеет хотя бы какие-то итоги. Три договоренности. Одна из которых, причем, насколько я помню, обсуждалась ранее, договор про открытое небо. Договор об открытом небе. Хорошо. Европейские компании теперь смогут легче зарабатывать на украинском рынке. Украине, кроме снижения цены, что ли, полетов, это что-то дает? И вообще дает ли это? Какие-то выгоды простым украинцам? Да я почему-то думаю, никакое снижение цены аж как такового не будет. И до этого самолеты прекрасно летали. И нормально все себя чувствовали. Да. Но на цене, ну, может сказаться там на 2-3%. Но вопрос. Газ пошел дорожать, а это сопутствующие, будем говорить, газ к нефти. Значит, все, естественно, подорожает. Аэропорты же надо отапливать. Значит, билеты подорожают. То есть я не могу понять, как так, вот так просто бездумно думать и не считать, и не смотреть, не считать свою экономику. Поэтому в данный момент это еще одна очередная фейковая сказка. Ну вот, раскрыли крылья, полетели по всей Европе. Нас все ждут. Да никто никого не ждет. Вы самое основное сегодня потеряли. Знаете, на чем они зарабатывали? Это когда самолеты летали на Белоруссию. А с Белоруссии летали на сегодняшний день самолеты в Москву. Вот они даже умудрились здесь потерять. Но здесь правильная экономика, да? Или они потеряли на чем? С Украины летали самолеты в Москву. А с Москвы летали самолеты на Украину. Ну вот они в чем потеряли. То есть, если правильно рассматривать, да? За счет определенного баланса перетоков денежных средств у тебя формируется экономика. Идет стабилизация. А эту стабилизацию никто не выискует. А наоборот, мы стремимся в Европу. За счет чего, допустим, там они говорят, что типа подешевеют билеты? Вот за счет чего? Вот я хочу понять. Ну, на 12 долларов может подешеветь билет, да? В Германию. А человеку, если, допустим, транзитно пролетать, он покупает еще дороже. Ну и как это понимать? И где ж Европа? То есть, ну, обратно посадили Украину на Кукан, просто обманули, повеселились и рассказали, как самолеты будут летать. Вот и все. Больше я ничего не вижу. Ну, действительно, говоря об европейской интеграции, скажем так, всячески подчеркивается стремление Украины. Причем, если мне не изменяет память, Украина единственная страна в мире, где интеграция в какой-то из блоков, намерение, вернее, об интеграции в какой-то из блоков прописана в Конституции. А как долго украинцам еще с этим предстоит жить? Ну, смотрите, с этим, может, предстоит им жить очень долго. Если они этого хотят, они будут с этим жить. Но у меня вопрос заключается. Почему наши в Европу не идут швеллера? Почему металлопрокат наш не идет? Почему железнодорожные колеса не идут? Почему сегодня не идут наши комплектующие материалы, запчасти и так далее? Почему мы сегодня не получили квоту на судостроение, чтобы строить суда? У меня вопрос, где это все? Ведь это же должно в договоре быть прописано. Наше мясо должно экспортироваться. И вы посмотрите, с точности да наоборот, весь мусор валится с Европы, валится весь на Украину. Это мне называют европейской интеграцией. Это мы так вступили в союз кооперативный с Европой, что на самом деле мы лишили своих производств. А то, что сейчас останавливаются заводы, фабрики останавливаются. Ну вот, цена живой пример газа. Ну, допустим, вы вступили в Европу. Слабое экономическое состояние Украины не позволяет перейти шаг. Что должна Европа предложить? Компенсировать час затрат Украины. Потому что на сегодняшний день производства, которые имеются на Украине, они не интегрированы в европейское сообщество, в современный мир и в современное, назовем так, производство. Да, там, шестого, седьмого поколения, пятого поколения. И что мы хотим с этим сделать? Так нет, они продолжают дальше шкуру с этой Украины рвать. А давайте посмотрим на квоты пищевых продуктов, что с ними. А давайте посмотрим на химическую выпускаемую продукцию, где же эти квоты. А давайте посмотрим на сельхозпродукцию. Давайте посмотрим, где. Вот у нас в Херсоне арбуз просто-напросто передисковывает. Вопрос заключается. А что ж такое произошло? Что наш украинский производитель не может арбузной делать джемы, арбузное масло не может делать, соки с арбуза не может делать. А что ж такое? Что ж оно не пошло? Зато Донецк потеряли, Крым потеряли, рынки России потеряли. Я самое простое говорю, элементарно. Но зато рассказываем, какое европейское чудо и что нас ожидает в будущем. Ну, вот эта вся интеграция, это для меня, я считаю, это фейк. Все. И надо давным-давно забыть. Украина брошена, как помойная яма. Вот и все. В нее сбрасывают канализационные стоки. Жалко только простых людей, которые страдают. Вот и все. Вот действительно, слушаю, и ассоциация, это у нас сплошные ограничения, квоты, условия. Причем направленные в сторону Украины. Алексей, как по-вашему, как бы должна была выглядеть интеграция с человеческим лицом? Ну, с человеческим лицом, если брать, то, во-первых, государственного переворота не должно произойти. Во-первых, все должны, европейские лидеры, сесть за один круглый стол вместе с крупнейшим государством и значащим для всего земного шара – это Россия. И найти компромисс – это в квотах, это в границах, это непосредственно таможня и так далее. И сделать расчеты сбалансированные, чтобы ни Украина не страдала, ни Россия. И потом на каждый вид производства оформить так называемые подряды, квотированные, которые должны быть. Рынок заставить двигаться вокруг этих стран. То есть это Россия, Европа, Украина. Допустим, Украина производит какие-то крылья, а Россия производит запчасти. А Европа-двигателя выбрать один логистический пункт между Украиной, Россией и, допустим, Европой в Белоруссии. И построить этот завод, который, ну, как по методу Боинга того же самого строится. Своего рода хаб. А, допустим, какое-то производство европейское, которое, будем говорить, там, чересчур заумное, назовем так, да, и чересчур экономическое военно, разместить на территории Украины. Должен быть вот такой обмен. Но, увы, этого не будет. Пока ведь на сегодняшний день правят такие вурдалаки, как на Украине. Зеленский и всякое требие там, и Порошенко, и Турчиновый, и так далее. В этом вся проблема. Но, вы поймите правильно, что Украину никто на сегодняшний день просто так не отдаст. Поэтому и война продолжится. И то, что на сегодняшний день Нулан приехала. И то, что там на сегодняшний день, говорят, нормандский формат какой-то. Я хочу подчеркнуть и сказать, я ни одному с этих политиков не верю. Все это будет и дальше продолжаться. Это, знаете, с котенком, котенку маленькому выбросили мышку. И хотят посмотреть, как котенок будет играться с этой мышкой. Ну, все ж никто не понимает, что рано или поздно котенок этот вырастет. Значит, мышке скоро конец придет. Вот это на сегодняшний день Украина, это мышка. Да, просто-напросто мышка. И все. В этом-то вся проблема. Поэтому здесь комплекс целый должен быть. Ну и второе. Ну, идет война. О каком европейском сообществе Украина мечтает? О каком? Если вчера самолет прибыл, два самолета спустилось, привезли на 60 миллионов разной военной техники и оборудования и так далее. Если сегодня провоцируют Донбасс обратно на какие-то действия и каждый день, ну кто войдет в экономику эту? Легче на Украине отмывать деньги. Ну, как это Зеленский творится вот с этим последним скандалом? У меня вопрос. Если президент делает обшоры, что и один, и второй, кто в Европе вложит деньги? На войну деньги дадут. Вот в этом разве что идет европейская интеграция. Это война, русофобское поведение и так далее. Что можно сказать? Что никакой интеграции нет на самом деле. Есть интеграция в военные действия против России. Европейское чудо. Европейская демократия двойных стандартов. Во всем виновата Россия. Вот и все. Поэтому как бы с одной стороны не подходить, с другой стороны все будет именно в этот идти Рубикон. Именно в эту сторону будет идти. Потому что Россия нужна на сегодняшний день слабая. Вы посмотрите за последнее время, сколько Сименс своей продукции продал на Украину. И сколько Сименс продал продукции в Россию и в Крым. Вы посмотрите на эту статистику. Это хотя бы с этих соображений и с понимания. Можно сказать, что Украину не видят. Потому что понимают, чем закончилось. Вот вам и вся позиция. Это как бы примерно скажу. А теперь вы посмотрите на сегодняшний день по зерну. Украина неплохо на сегодняшний день вырастила зерна. Урожай очень хороший, считаю. Но этого урожая сколько бы они не продавали, по ценовой политике, и за те деньги, которые забирает Евросоюз, Америка, другие страны, ей не хватит покрыть те затраты, которые им надо внутри компенсировать. И обратно они с голой задницей остаются. Вот вам и факт. Спасибо большое, Алексей. И я напомню, мы беседовали с народным депутатом Украины 5-6 созывов Алексеем Журавко. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии под роликом. Конечно же, следите за нашими обновлениями. Увидимся на украина.ру